Самого доброго утра! Самой позитивной стране Евросоюза. Латвия, просыпаемся. Слишком много мне прилетело предложений высказаться на эту тему. И, конечно же, я это сделаю. Наши хоккеисты, безусловно, нас порадовали. Мы все видели, что они сделали для Латвии. Это настоящие патриоты Латвии. Правда же? Это наша гордость, это наша ценность. Мы видели, как их встречали с самого аэропорта, и как вообще собралось самое большое количество населения для того, чтобы их приветствовать. Наверное, на Балтийский путь такое количество людей собиралось в последний раз. Понимаете, как это важно? Как это важно, что русские латыши опять вместе. Как это важно, что русские парни принесли победу латышскому народу. Ненавижу себя за эти идиотские фразы, но по сути дела это так. Хайп, который поднял господин Шлессерс по поводу Шилова. Все дело в том, что Шилов, вы понимаете, кто это, это наш хоккеист. Это лучший наш хоккеист и лучший хоккеист чемпионата. И с ним журналисты попытались взять интервью. Конечно же, не с хоккеистами. Я думаю, что хоккеистам, скорее всего, запретят официально высказываться на политические темы. Почему? Потому что, в принципе, со сцены хоккеисты могли сказать, например, мы распускаем нашу правительство Кариншу в отставку. Если бы они в это время, во время митинга, ну, крикнули такую фразу, Каринш бы там не простоял бы и суток. Это правда. Если бы они сказали, мы хотим выбрать, например, президента всенародно. Если бы хоккеисты со сцены это сказали, это произошло там и сейчас. Это было бы революцией, они бы были революционерами. Вы все прекрасно понимаете, что это так есть. Поэтому я больше чем уверен, что хоккеистам на политические темы в контрактах запрещено высказываться. Вот хайп с чего поднялся. С того, что Шилов не брали интервью, брали интервью с его родителями. Его родители, к сожалению, говорят только на русском языке. Его родители, возможно, если пойдут сдавать на категорию языка, в их возрасте не сдадут на категорию языка. Его родители, в принципе, по закону, возможно, депортировали бы из Латвии. И то, что Артем Шилов является русским парнем и не патриот Латвии, ну, потому что есть больные наглые люди, которые сейчас, к сожалению, пришли к власти. И в их понятии, у них есть такие циркули, они меряют людей на своих и не своих, на правильных и неправильных. И он не подходит в эти стандарты, представляете? Вот здесь, чем интересен хоккейный чемпионат, тем, что он сломал эту схему. То есть, оказывается, мы вместе русские латыши. Для меня это прописная истина. Я никогда в жизни своей не делил в быту людей по национальному признаку, либо по какому-либо другому. Потому что, если я начинаю делить, это значит, у меня внутри есть какое-то заболевание, мне надо показаться либо психологом, либо врачом. То есть, у меня внутри какая-то нестабильность. И я пытаюсь выплескнуть на других. И это правда. Потому что, если вы зайдете на сайт националов, знаете, что вы можете увидеть на фейсбуке любого националиста? Любого. Вот сейчас закончится это видео, зайди, пожалуйста, и посмотри. Что там, не буду их по фамилиям называть, но любого. Значит, смотри, если ты заходишь на мою страничку, что ты там увидишь? Ты увидишь что-нибудь о Латвии, об отпуске, о моей работе, о моей жизни. Чего ты не увидишь? А ты не увидишь вот этого. То есть, на фоне меня, например, какой-нибудь флаг, какое-нибудь здание, или какой-нибудь береза. И там я вот так. Вот этой херни ты не увидишь. А если ты посмотришь на любой фейсбучной страничке любого националиста, ты вот эту вот херню увидишь. Что это значит? Это значит, что у человека эти проблемы наверняка глубинные из детства. Были какие-то отклонения. И этот человек свои отклонения сейчас реализует. Это ничего другого не говорит. То есть, он не может похвастаться тем, что он построил дом, сделал какой-то стартап. Что он там починил машину. В конце концов, что он поклеил обои или положил ламинат. Этим похвастаться он не может. И мы же знаем, что некоторые из националистов пришли работать на стройку подсобниками. И они не выросли выше, чем подсобники. Ни ума, ни интеллекта у них не хватило. Но есть всякие команды. Например, команда Сороса, которые вот таких больных людей в нашем обществе нездоровых выискивают. И ставят в главу управления нашей страной. Как у нас получилось, что у нас страной управляют то американцы, то люксембургцы, то отморозки националисты. Это не явно выбор нашего данного рода. Однако вернемся к хоккею. И этот матч, он фактически сломал все эти технические карты нашим националистам. Как теперь они объяснят тем, что русские парни принесли победу Латвии. И это говорит только для националистов. Я не говорю для нормальных, адекватных людей. То есть, как им теперь с этим дальше жить? Ай, господин Шлессерс, вот это красавчик. Он умеет утром нас порадовать. А я напомню, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза. И просыпаться здесь каждое утро одно удовольствие. Всем хорошего дня.